Регистрировать по месту жительства и снимать с регистрационного учета. Многофункциональные центры расширяют перечень услуг. Перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи населению расширяет и Госбюро. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Они обменяются данными в электронном виде и это упрощает процесс. Кроме того, самим многофункциональным центрам теперь предоставлено право проставлять в паспорта отметки о регистрации по месту жительства, то есть регистрировать и снимать с регистрационного учета. Все это можно делать в одном здании. Расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи населению предлагает администрация Ненецкого округа. Такая мера направлена прежде всего на повышение уровня социальной защищенности жителей и создание равных возможностей в получении бесплатной правовой помощи. Об этом сообщил руководитель правового управления администрации Павел Рахмелевич на заседании администрации Ненецкого округа. Только в 2015 году в Государственное юридическое бюро поступило более тысячи обращений граждан. Это на 138 обращений больше, чем в 2014 году. Наиболее популярные из них касались вопросов по сделкам с недвижимостью, предоставления помещения по договору социального найма, жилья для детей-сирот и других мер соцподдержки. Я пришел к поводу, что необходимо увеличивать случаи, когда Государственное юридическое бюро имеет право вмешиваться и оказывать помощь гражданам и расширить механизм их участия. В некоторых случаях нет возможности, например, обратиться в Государственное юридическое бюро в суд за установление факта юридического значения, чтобы на основании этого решения они могли бы вообще просто помощь гражданам оказывать. Ну и плюс расширяются случаи, когда обращаются. Это в отношении установления прав на пособие, на социальные выплаты, в отношении вопросов, связанных с лишением родительских прав или установлением отцовства. Проектом закона о внесении изменений в окружной закон о бесплатной юридической помощи в Ненецком округе предполагается включить дополнительные случаи. Жители смогут получить консультацию и по вопросам восстановления в родительских правах. Специалисты помогут составить заявления, жалобу, ходатайство и другие документы. Люди с постоянной пропиской в сельской местности смогут рассчитывать на помощь юрбюро и адвоката по предоставлению их интересов в суде либо в органах власти по вопросам пенсии и социальных пособий, оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи, оплаты субсидий ЖКХ. Остались без крова документов и вещей. Пожар на «Озерной-16» лишил дома 12 семей. Зимник на грани. В регион снова приходят метели и оттепель. Непогода снова грозит закрытием автодороги на Ринмарусинск. Метеоусловия уже начали ухудшаться. По информации подрядчиков, в тундре началась метель, из-за чего на зимнике практически нулевая видимость. По нормативным требованиям, из-за таких погодных условий движение по трассе должно быть ограничено. Напомню, сейчас зимник открыт только для грузового полноприводного транспорта. Для магистрального и тем более легкового транспорта трасса непроходимо. По словам директора подрядной организации «Транзит» Владимира Волкова, зимник пока держится. Но не за горами новый сюрприз погоды. Синоптики обещают оттепель до 0 градусов по Цельсию. История трехдневной давности повторяется. В регион снова пришли метели, а затем придет и оттепель. И это именно в тот момент, когда подрядчик компания «Транзит» только справилась с последствиями первой волны непогоды. Ну вот, последние два дня, когда более-менее стихло, привлекли очень много сторонней техники, Сусинская, свою технику. И в круглосуточном режиме мы за два дня сделали зимник не идеальным, но проезжим. Долгожданный минус продержался в регионе недолго. Согласно сводкам Гидромедцентра России, на этой неделе нас ожидают от минус 4 до 0 градусов по Цельсию. 10 февраля в Наринмаре ожидается облачная погода, небольшой снег, слабый гололед. Ветер южный и юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью минус 2-4 градуса, днем минус плюс 1. По округу облачная с прояснением погода. На большей части округа небольшие, местами умеренной осадки, местами метель, гололед. Ветер южный и юго-западный 9-14 метров в секунду. По побережью местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура минус 4, плюс 1 градус. На востоке округа ночью минус 5, минус 10 градусов. Днем минус 1, минус 6 градусов. Для февраля на Крайнем Севере такая погода скорее аномалия, чем привычная ситуация. На протяжении 30 лет с 1981 по 2010 годы максимальная среднемесячная февральская температура едва достигала минус 13 градусов, минимальная минус 22. Среднесуточной температурой февраля синоптики называют минус 20 градусов по Цельсию. Максимальная среднесуточная температура минус 0 градусов наблюдалась в округе в далеком 1990 году. Перепады температуры воздуха, которые мы наблюдаем сегодня, будут продолжаться до середины февраля. По информации синоптиков, это происходит из-за активных циклонов, приходящих из Атлантики. Быстрая смена атмосферных фронтов сопровождается резкими перепадами температуры и сильным ветром. В течение нескольких дней кратковременное похолодание сменит более высокие температуры. Похожая ситуация происходит в республике Коми и в Ямало-Неницком автономном округе. Кстати, в последнем, так же как и в нашем регионе, в этом году уже закрывали зимники. Причина та же, что и в Нао. Метели и тёплая погода – прямой запрет на проезд и по временной зимней дороге. Условия, при которых подрядчик вправе открывать трассу и вести на ней работы по уплотнению и проливке, строго прописаны в регламенте по содержанию зимника. По регламенту мы обязаны закрывать зимник при минус 7 и выше. Что и будем делать. Поэтому, я думаю, жаловаться нужно на погоду, а не на нас, потому что мы даже не имеем права выше минус 7 и открывать зимник. Потому что полотно не выдерживает и в итоге мы вообще его потеряем. Если не закрыть зимник в тёплую погоду, он будет полностью разрушен, говорит подрядчик. Выход один. Смириться и в очередной раз ждать стабильного минуса. Во вторую волну непогоды. Главное – не допустить ошибок конца января, начала февраля. Когда на закрытую трассу, то и дело, выезжали и большегрузы, и легковой транспорт, не давая подрядчику начинать работы по восстановлению зимника. Мешают очень. Я вот, например, тащил 5 дней, сопровождал вот эту колонну. Вместо того, чтобы заниматься непосредственно делом, я сопровождал 5 дней. Представляете? Вот. Это сколько солярки, сколько нервов и прочего. Вот. Водители вообще безответственно очень подходят. Если сказали им сидеть на харьяге, то они должны там сидеть. Лично мое вот такое мнение. А не сопровождать их неделями. Вот. И все-таки это север. Должны быть с продуктами, с топливом. И все. И сидеть просто на харьяге. Чтобы впредь не допустить таких ситуаций на трассе, в регионе ужесточают меры контроля по несанкционированному выезду на зимник. В дополнение к шлагбауму со стороны КОМИ установлен такой же и на выезде из Наридмара, который будут периодически контролировать наряды ГИБДД. А для тех, кому закон не писан, в регионе появится нормативно-правовая база, связанная с функционированием зимней автодороги. Такое поручение уже дал губернатор Игорь Кошин своему профильному заместителю Алексею Кайдалову. Все должны понимать, что такое зимник, когда движение по нему открыто, а когда закрыто. Кто имеет право выезжать на трассу, кто имеет право перекрывать выезд на эту дорогу и кто содержит зимник и как. Художественная самодеятельность на тему «проеду-непроеду» приводит порой к тяжелым последствиям. В результате зимником занимаются буквально все – администрация, прокуратура, главный федеральный инспектор, ГИБДД, МЧС, поисково-спасательная служба. Давайте пропишем четкий регламент, сказал Игорь Кошин. По словам Алексея Кайдалова, в ближайшее время такая нормативная база будет разработана. Сейчас получить информацию о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом. По номерам телефонов 112 или по телефону диспетчерской службы подрядчика 8 911 650 40 40, а также на информационном табло в районе базы Наринмарт-Дорьемстрой. Водителям, которые выезжают из Архангельской области, для того, чтобы связаться с диспетчерской службой, необходимо набирать номер 8 818 53 6 44 00. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Телеканал Север. Пожар на улице Озерный, 16, оставил без крова часть жильцов многоквартирного дома в поселке Искателей. Напомню, ЧП произошло накануне вечером. Сгоревшая половина дома не подлежит восстановлению. Об этом рассказал глава поселка Искателей на встрече с представителями МЧС, управляющих компанией и прокуратуры. Жители сгоревших квартир получат временное жилье в районе Вилладжа. В ближайшее время администрации поселка будут переданы 10 квартир, предусмотренных для маневренного фонда. То, что осталось, ни сего, да, всё. Коллеги-погорельцы из дома номер 16 по улице Озерная помогают перевозить уцелевшие вещи. Всё, что осталось, помещается в мешки для мусора. Утварь, кое-какие бумаги, сумки с вещами. Мебель и техника сгорели. Благо, люди во время пожара не пострадали. Как рассказала одна из жительниц второго этажа, ей, четырехмесячному сыну и брату удалось спастись через окно. Перед этим женщина позвонила в службу 112 и сообщила о пожаре. Пламя полыхало в квартире напротив. Сама в тапочках резиновых, в шортах и всё, что была, вот так, курточку только накинула. Мы прямо со второго этажа с балкона прыгали. Сначала прыгнул у меня брат, потом я ему ребёнка передала через балкон так и сама следом прыгнула. Хотела с документами вернуться. Так сильно испугалась этого дыма. То есть мы остались без документов. Больше ничего у нас нет. У меня даже 6 февраля, день рождения, было у ребёнка. Только-только надарили всё. И вот, дняшка. Сегодня Анастасия с мужем, грудничок, два сына школьника и маленькая дочь живут у родственников. Рано утром семья ходила на пожарище в поисках уцелевшего имущества. Но его не оказалось. Елена Черникова тоже пришла к бывшему дому. Из её окон всё ещё уйдёт дым, и пожарные устраняют последние очаги возгорания. Совсем недавно она закончила ремонт. За обновление двухкомнатной квартиры пришлось выложить 200 тысяч рублей. Что от этого осталось, страшно подумать. Я с работы приехала, и мне позвонили где-то в 7-8 часу, что наш дом горит. Я срочно прибежала сюда. Здесь, конечно, уже всё выгружали из того подъезда, мебель вытаскивали. А здесь уже всё полыхало. То есть я уже даже не могла зайти в подъезд и что-либо спасти. То, что я, как говорится, уже на пожаре была, поэтому я старалась дома ценное не держать. А держать где-то либо у родственников, у которых кирпичный дом, либо ещё где-то. Но только не дома. Для Елены это второй пожар в квартире. Первый случился в 1998 году, в день пожарной охраны, 19 апреля. Тогда удалось спасти некоторое имущество и восстановить квартиру. В этот раз дом сгорел основательно. Второй этаж – чердак, кровля. В тушении пожара были задействованы 8 машин, водовозки, трактор и 44 пожарных. Это отделение противопожарного поста посёлка Искателей и два отделения первой спасательной части города Наринмара. Основная была у нас какая-то проблема. Это конструкция, сама особенность конструкции здания. Почему? Потому что здания деревянные. С наличием большого количества пустотных строительных конструкций огонь скрыто распространялся. Уже вот из тех помещений, где огонь набрал силу, он скрыто распространялся в другие помещения и в чердак. Одна половина 50-метрового дома осталась невредима. Свою роль сыграла противопожарная стена, разделяющая здание наполовину. Поэтому жители первых двух подъездов останутся в своих квартирах. Третий и четвёртый подъезды – это 34 жителя – поселят в пункт временного пребывания на авиаторов 11А, а затем в район Вилладжа. Город мне отдаёт 10 квартир на Вилладжи. Ну, это муниципальный фонд наш, то есть посёлок Искателей. Мы заселим Погорельцев, как манёвренный фонд из расчёта 6 метров квадратных на человека. Ну, как у нас было написано в положении. Ну, а дальнейшее, как будет строиться, тогда будем рассматривать и предоставлять. Ответ на главный вопрос, что стало причиной возгорания, ищут пожарные дознаватели и полиция. По данным жителей сгоревшего дома, пожар начался в квартире, которая сдавалась в аренду. Её жильцы находились в состоянии алкогольного опьянения. На экстренном заседании в администрации рабочего посёлка представитель прокуратуры заявил о необходимости возбуждения уголовного дела. В большинстве случаев виновникам пожаров удаётся уйти от ответственности. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Жителям сгоревшего дома по улице Озёрная, 16 оказывается социальная помощь. В комплексном центре социального обслуживания при поддержке Российского Красного Креста можно получить продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Тем, кто остался без места жительства, кризисное отделение предоставляет комнаты. Там же гражданам оказывают медицинскую и психологическую помощь. В отделении социальной защиты можно получить денежные выплаты. Единовременная компенсация в размере 100 тысяч рублей предоставляется собственникам в связи с утратой единственного жилого помещения. расположенного на территории НАО в результате пожара. На приобретение предметов первой необходимости полагается выплата в размере 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. Для получения данных выплат необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения не позднее шести месяцев с момента пожара. Если в пожаре были утрачены документы, гражданин предоставляет имеющиеся документы или справку о причине пожара. Посильную помощь оказывают и жители города. В социальных сетях размещены объявления с номерами и адресами погорельцев. Аутсорсинг в действии. В Ненецкой окружной больнице апробируют новую систему питания. Теперь закупкой и приготовлением завтраков, обедов и ужинов занимается специализированная компания Медфуд. Противопожарная, информационная и фармацевтическая безопасность медицинских учреждений в населенных пунктах округа. Чтобы узнать, какие проблемы есть у медиков на селе, в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения провели телемост с руководителями больниц и амбулаторий. На связь с представителями департамента вышли медики из Индиги, Амдормы, Остькары, Каратайки и Омы. Главные темы – это обеспечение противопожарной безопасности в медицинских учреждениях. Ведь часто проверяющие от регионального МЧС находят огрехи в работе сельских медучреждений. Если вы оставляете за себя замов, они должны быть обязательно обучены по пожарному техническому минимуму. Это требование такое, обязательно. Второй вопрос – это обслуживание пожарной сигнализации. Встречается такое, что договора в принципе есть везде, но проезжая пожарная сигнализация не работает. По словам представителей МЧС, эти проблемы встречаются почти в каждом учреждении из года в год. Также во время прямой связи руководителям больниц и амбулаторий напомнили о правилах хранения и утилизации просроченных и списанных препаратов. И рассказали о защите персональных данных пациентов в рамках региональной информационной системы. Заниматься только профильной деятельностью. В окружной больнице, противотуберкулезном диспансере и доме-интернате питание пациентов организовано по-новому. Теперь закупкой и приготовлением завтраков, обедов и ужинов занимается специализированная компания «Медфуд». Здоровое питание – быстрое выздоровление. Под таким девизом работают специалисты компании «Медфуд». Пациенты терапевтического отделения окружной больницы уверены, что эти слова с точностью отражают деятельность новой для нашего округа организации. Хорошо кормят, порции немаленькие, особенно в выходные дни, когда народу поменьше в отделении. Сейчас много стало разнообразия. Картошка, все прочее. Фруктов много стало добавочно. Сосок очень много стало. Вечером много стали давать. Очень хорошо. С питанием намного лучше стало. Яблоки все время дают. Соки дают. Чай с сыром, масло. Это все время есть. В общем, я девушка не из меленьких, но мне хватает. Так что кормят неплохо, хорошо. Положительные изменения отмечают и сотрудники больницы. Очень улучшилось качество приготовления блюд. Меню стало разнообразнее. Даже если судить по тому, что раньше мы ведрами выливали отходы, теперь отходов практически нет. То есть больные вкусную пищу, вкусно приготовленную, съедают всю порцию до конца. Питание, которое получают пациенты в больнице, должно быть разнообразно и соответствовать по количеству питательных и минеральных веществ. Питание – это тоже лечение. И лечение очень важное, серьезное. За качеством питания существует контроль в нашей больнице. Лечебное питание – это диетические столы. Лечебные столы в нашем учреждении все выдерживаются по колоражу, нормам. Это все отслеживается. Разговоры о том, что приготовление питания нужно отдать специализированную организацию, шли давно. И вот с января этого года в трех организациях региона эта деятельность отдана на аутсорсинг, то есть на обслуживание другой компании. Специализирующиеся в соответствующей области. Это позволяет не только убрать из обязанностей организации непрофильные виды деятельности, но и экономит бюджет. Ведь количество сотрудников, необходимое для исполнения этих задач, меньше. Так, раньше отдельные пищеблоки были в окружной больнице, противотуберкулезном диспансере и доме-интернате для инвалидов и престарелых. Теперь кухня одна. Именно в этом помещении прежнем пищеблоки больницы теперь готовят на пациентов и постояльцев трёх учреждений. Уже отсюда питание раздаётся на каждое отделение или организацию. В диспансер и дом-интернат всё доставляется в специальных термосах. И уже на месте идёт раздача. Но скоро в привычном процессе произойдут кардинальные изменения. Он рассчитан на то, что первое, это 500 грамм, вот здесь оно рассчитано, и в соответствии с нормами закладки и нормами этих в лечебном питании, то есть оно рассчитано. Первое, второе, третье, там салатик. Плюс к этому обязательно они получают сухой паёк. Сухой паёк, чай и сахар уже выдаются в специальных разовых наборах. Таких же, как мы получаем на борту самолёта. Скоро к такому сухпайку добавится порционное масло и джем. А вот получать питание в специальных ланчбоксах пациенты и постояльцы окружных организаций будут ещё не скоро. Должна произойти реконструкция самого пищеблока. Реконструкция подразумевает полностью-полностью снимется все коммуникации. Это электрические, это и отопление, это подводка воды. Всё это будет полностью заменено. Полностью будет заменён весь ремонт. То есть это подразумевает даже не капитальный ремонт, это более глубокая реконструкция самого помещения. После грандиозной переделки питание будет выдаваться на каждого человека в специальных ланчбоксах. Они будут развозиться в термоконтейнерах, которые даже при минус 40 могут держать оптимальную температуру пищи. Пока на обслуживании Медфуда только три организации. Но в будущем на такое питание по аутсорсингу могут перейти и образовательные организации города.